Рассказал нам Ибн Аббас, рада Аллаху Ааньху. Я был, ехал верхом за пророком Мухаммадом, он повернулся ко мне, и сказал, я гулям, о мальчик, я научу тебя словам. То есть обращение посланника Аллаха, салли Аллаху Аббасу, о мальчик, я научу тебя словам. После этого пророк Мухаммад, салли Аллаху Алейху Ассалям, сказал ему назидательные слова. Идя саэльта фасалиллах, если ты просишь что-то, то спроси Аллаха, субханаху ата'аля. Но перед этим он сказал ему, ихфадиллаха, яхфадик, оберегай Аллаха, субханаху ата'аля. То есть те знания, которые дал тебе Аллах, субханаху ата'аля, оберегай Всевышнего Аллаха, субханаху ата'аля, в поклонении ему Аллаху, субханаху ата'аля. То есть отстраняйся от греховного. Остраняйся от греховного. И также следуй тому, что тебе Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, повелевал. Аллах, субханаху ата'аля, повелевал читать намаз. Читай намаз. Аллах, субханаху ата'аля, описывая верующие, сказал, Они оберегают свои намазы. То есть не оставляют, читают свои молитвы. Если Аллах тебе запрещал что-то, то ты должен оставить это. То есть всегда поминай, храни Всевышнего Аллаха. Тогда Всевышний Аллах тебя тоже будет оберегать. То есть такая же награда подобна деянию. Ты будешь беречь Аллаха, повеление Аллаха тебя будет беречь. Аллах в Коране сказал. Поминайте меня, я о вас вспомню. Если вы поможете Всевышнему Аллаху, Аллах вам поможет. Если вы поможете делать благое на пути Аллаха, то Аллах вам поможет. И укрепит ваши стопы. То есть как и в этой жизни, иншаллах, на прямом пути, так и муфасиры сказали в Судный день, иншаллах, на сырать, на мосту. Аллах, субхану ата'аля, будет беречь во всем, иншаллах. В наших богатствах, наших детей будет беречь, Аллах, субхану ата'аля. Аллах, субхану ата'аля, будет беречь, иншаллах, высшую нашу религию, иншаллах, нас будет беречь на этой религии. После этого продолжил посланник Аллаху, саллаху алейхиму ассаляму, сказал, Ихфазилляха, таджидгуту же ахак. Береги Аллаха, субхану ата'аля. Тогда ты увидишь его перед собой. То есть Аллах, субхану ата'аля, всегда будет с тобой. Никогда тебя не бросит. Поэтому если раб Всевышнего Аллаха, субхану ата'аля, приближается ко Всевышнему Аллаху, субхану ата'аля, поминает его, оставляет запретное, выполняет приказы Всевышнего Аллаха, всегда с ним будет Аллах, субхану ата'аля. Даже если с ним никого не останется из близких, из родных, с ним будет тот, кто лучше, Всевышний Аллах. Но если у него будет вся эта дунья и все богатство, которое в ней есть, но Аллах не будет с ним, тогда нету от этого никакой фаиды. После этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил и сказал. После этого посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил и сказал. Если ты просишь, проси у Аллаха, субханава та'аля. И как на сегодняшний день мы видим, что человек привязывает свое сердце к рабам Всевышнего Аллаха, субханава та'аля. Ждет что-то от раба Всевышнего Аллаха, субханава та'аля. Даже можно это заметить, когда человек приходит с какой-то проблемой и говорит, вот у меня такая-то проблема, на работе проблема, здесь проблема, семейная проблема, сделайте что-нибудь там. Вот как бы я от него прошу, от этого человека ничего нет, на последнее только, в последнее время, когда ничего не получается, приходит просить у Аллаха, субханава та'аля. Если Всевышний Аллах, субханава та'аля, пожелает, скажем, управляющему или директору этого человека, где он работает, то он его там примет на работу, даст ему, выдаст ему зарплату. Если Аллах, субханава та'аля, не пожелает, то ничего это не будет. Потому что все сердца принадлежат Аллаху, субханава та'аля. Сердца рабов в руках Всевышнего Аллаха, субханава та'аля. Поэтому сердце верующего человека должно быть привязано с Аллахом, субханава та'аля. Проси того, чьи врата открыты всегда. Только на него полагайся, на Аллаху, субханава та'аля. Всевышний Аллах в Коране сказал, О, Мухаммад, если обо мне спросят мои рабы, то я близок. То есть в этом вопросе обращения ко Всевышнему Аллаху, он даже не поставил в посрединство пророка Мухаммада, салаля, алейкум салям. Я отвечу на мольбу молящего, если он будет молить. Также Аллах, субханава та'аля, близок, Аллах, слышащий, видящий. Поэтому сердца наши должны быть привязаны только со Всевышним Аллахом, субханава та'аля, и просить Его. Сколько людей обращаются к богатым людям, стоят у них, перед ним делают какое-то, проявляют лицемерство, думают, что он ему чем-то поможет. Он даже риск думает, что у него риск, в его руках риск. Субханава та'аля, риск в руках Всевышнего Аллаха, субханава та'аля. Он даже себе риск не может взять. Аллах ему дает риск. Поэтому просить нужно только в Аллаху, субханава та'аля. После этого он сказал, Если просишь о помощи, проси помощи в Аллаху, субханава та'аля. Поэтому, когда мы читаем намаз, всегда читаем, Только тебе мы поклоняемся и к тебе прибегаем за помощью. То есть просить помощь у Всевышнего Аллаха, субханава та'аля. После этого продолжил посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И сказал, Если весь народ, джинны и люди соберутся, чтобы тебе в чем-то помочь, Только в том помогут, в чем Аллах тебе предопределил. Если все люди, джинны соберутся, чтобы тебе в чем-то навредить, Они смогут навредить тебя только в том, В том, что он предопределил тебе Всевышний Аллах, субханава та'аля. Подняты перья и высохли страницы. То есть это было предопределено Всевышним Аллахом, субханава та'аля. Поэтому пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, обращаясь к сахабам, сказал Стесняйтесь Всевышнего Аллаха, субханава та'аля, истинным стеснением. Тогда они спросили, а что им подразумевается под истинным стеснением у посланника Аллаха? Это когда человек оберегает свою голову от плохих мыслей. Также оберегает свой взор, свой слух от плохого, запретного. Как Аллах, субханава та'аля, в Кур'ане сказал, Поистине и зрение, и наши взоры, и наши слухи, и наши сердца, все об этом будет спрошен в Судный День Человека. Раб Аллаха, субханава та'аля. И пусть оберегает свой живот, сказал пророк Салаллах, и то, что в нем находится. Пусть оберегает свое сердце от плохого, не это. Пусть оберегает свой живот от мухаррама, от запретного, от риска того, которое запретно ему, от нехаляля. И также пророк Мухаммад, салаллаху алейкум салям, И пусть вспоминает больше о смерти и о бедах, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейкум салям. И кто это сделает, эти вещи, тот будет истинно стесняться Всевышнего Аллаха, субханава та'аля. И последние слова в этом хадисе, в этом наставлении, Хафид ибн Раджаб, в шарх арбаин нававия, это 16-й хадис из арбаин нававия, он сказал, что вот эти последние концовки этого хадиса, если все люди джинны соберутся, чтобы тебе в чем-то помочь, и все люди джинны соберутся, чтобы тебе в чем-то навредить, не смогут этого сделать только в том, что предупредил Всевышний Аллах, субханава та'аля. Он сказал, То есть весь смысл хадиса опирается на это последнее. Поэтому просим Аллаха, субханава та'аля, чтобы наши сердца были привязаны ко Всевышнему Аллаху, субханава та'аля, чтобы Аллах, субханава та'аля, сделал нас истинными рабами Всевышнего Аллаха, субханава та'аля. Полагайтесь только на Аллаха, если вы верующие.